Всем приветики и приветики. Мы тут прошли, идем с тыльной стороны рынка. Там полно людей, как-то не хочется в глаза людям сильно лезть с камерой. Сейчас встретили, ну как обычно, мы тут дружим с переселенцами. С женщиной, она говорит, так, говорит, переживаю, так переживаю. Говорит, ваш Харьков, как посмотрю, у меня, говорит, просто сердце сжимается. Я говорю, о чем вы говорите? У нас тоже сжимается, как только бахнет, как только новость приходит, так, говорю, сердце сжимается. На днях ударили в 12-этажку, там есть погибшие. Очень, конечно, тяжело на это все смотреть. А вчера, ой, тут сейчас фотосессия, постою немножко, а вчера ударили опять рядом возле Газпрома. И, ух ты, Боже мой, и ударили. Там у нас сухой фонтан рядом с Газпромом. Опа! Бывает, бывает такое, бывает. Вот, сухой фонтан, и начали устанавливать новогодние всякие инсталляции. У меня, кстати, где-то есть видео, еще, конечно, довоенное. И мы гуляли в этом месте, и я снимала, какие яркие там инсталляции, как там красиво. Я, если не забуду, постараюсь выставить это видео в сообщество. Если кому-то интересно, чтобы долго не искать, посмотрите. Ну, если только, конечно, я не забуду, но постараюсь не забыть. Вот, и там выставили... Вот, юный блогер. И там, значит, выставили вот эти инсталляции. И стоял Дед Мороз, вернее, Санта-Клаус. И прямо ударили по этому Санта-Клаусу. Рядом было очень много зелени хвойных, красивые, такой там, как мини-парк. Все это снесло, все это как срезало, могу сказать. Ну, все говорят, что целились опять в Газпром, а попали в эту площадку. Тяжело на это все смотреть. Каждый день в Харькове бьют и бьют, и бьют, и бьют по мирным, бьют по домам. Это, конечно, ужасно. Это просто передать невозможно. В Одессе посмотрела. Боже мой, какой кошмар. Все горит. Люди кричат. Ну, это ж просто... Просто нереально. Просто нереально. У нас тут немножко начали убирать листья. И собаки, конечно, развлекаются. Такие все шкодненькие. В общем, ребята, такая какая-то как тяжесть на душе. Очень сильно переживаешь, нервничаешь. А сейчас мы пройдем, посмотрим. Я тоже увидела, что там шарики. Сейчас пойдем, посмотрим, что там музыка играет. Вот. Ну, и у нас. У нас, правда, сегодня тревога, как ни странно, закончилась где-то часа в три ночи. Вот. А так каждый же день у нас на протяжении уже, наверное, недели начинается в 9 или в 11 вечера и заканчивается в 10 утра. И летают, и летают, и летают. Вчера даже, по-моему, и ракеты были над Киевом. Их сбили. Ну, как тут, что они летели. Вот. Да, там музыка играет. Сейчас мы туда подойдем. Это открыли на северном этаже. Там сдали? Да, да, да. Сейчас пойдем посмотрим. Там музыка, может быть, нам не подойдет. Но мы снимем. А что тут? Смотри, машины крутятся, крутятся. Там что-то или перекрыли. Какой-то у нас тут движ происходит непонятный со всех сторон. Ну, идем там, выйдем, посмотрим. Ну, как на красный сигнал. Ага. Просто стоят на красный? Ну, хорошо. Сегодня у нас солнышка нет, пасмурно. Это вчера тоже было пасмурно. Но вчера даже, по-моему, дождик моросил, да, Слава? Да, такое он, жичка непонятная. Ну, а сегодня вот как осевший туман. Ну, ты же вчера с палками ходил, гулял. Все равно не могу понять, что там происходит. Ну, идем посмотрим. Да, это у нас повернись живые, акция. А это вот эти машины, их, наверное, привезли, да, Слава? Красные. Волонтеры. Угу. Это милоежные. Да, я вижу. Это милоежные. Я сейчас не еду, не еду, откуда я уже порахожусь. Я сейчас не еду, не еду, откуда я уже порахожусь. Я сейчас не еду, откуда я уже порахожусь. И, 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 и. Тут еще не убрали. А, вот. Ну, это то, что ветки упали. Ну, начали убирать. Ну, потихонечку. Тут тоже наведут порядок. Сейчас мы подойдем, посмотрим, что там открылось. Что-то открыли. Что-то открыли. Что-то открыли. С открытием. Что-то открыли. Что-то открыли. Что-то открыли. Что-то открыли. Что-то открыли. Ну, горненько. Спасибо. Ой. Да. Это все для праздника. Все, все для праздника. А вот, какая красота сидит в кресле. 5500. Ой, смотрите какие игрушечки. Вот мы зашли вторые, а вы зашли первые. На этот момент. Квиты. Поэтому вы первые, а мы зашли вторые. Красота. А тут какие кружечки, чашечки. Ой, Кытенька, Кытя. Котик. Бомботик. Бомбочки. Красивый магазин. Ой, какие хорошие ирицы. Или петушки, как хотите, так и называйте. Вазы тоже симпатичные. Сейчас вот так, наверное, сделаю. Чтоб было видно. Часы. Ой. Ну, вообще, все такое интересное, шкодненькое. В общем, такой магазинчик открылся. Очередной. Довольно-таки мне нравится. Вот эти какие. Ух ты. Ну, в общем, хочу показать одним кадром, какие кружерки. Все. Смотри, какие игрушек. Пока, да. Ну, хороший, хороший магазинчик. Слава, там что-то еще увидел. Евразия. Магазин тоже будет. А это что? Кофешка. А, это кофешка. Ага. Это кофешка. Продолжен. А, да, уже открыли даже. Нет еще. А, еще все, все впереди, да? А, только идет, идет выставка. Ну, хорошо. Так что у нас тут все расширяется. Это вход в центральный. Решили зайти в магазинчик, а он еще не открылся. Сухофруми Гагра, вот тот лимон. Хозяин говорит, скоро откроется, будут сухофрукты. Со всего мира, да? Да. Ну, в общем, спасибо. Слюбленные продукты будут. Да, да. Ну, мы зайдем. Через недельку, я думаю, может, уже откроетесь. Заходите, дорогая, снимайте. Вот смотрите. А это ваш ресторанчик, да? Это наш ресторанчик Зейтун. Ага. Здесь тоже азербайджанская, турецкая, грузинская кухня. Такая запросы Ирпеня, жители Ирпеня. А теперь мы хотим фруктовые, супофрукты. Ну, правильно, правильно. Схидные продукты со всего мира. Что такая была продукция, что людям было интересно и ценно. Заходите, будь ласка. Да, да, да. Дякую, дякую. Ну, в общем, обязательно сюда, конечно, придем, я вам все покажу. Ну, пока еще, пока еще все это в стадии строительства. Нам дали вот такую брожюру, брошюрку. Как ты говоришь, грузинская, азербайджанская... Кухня. Турецкая кухня, да? Нет, Турция нет. Азербайджанская, грузинская для вкусов Ирпеня. То есть уже пристроены салат-меню, мезе-меню, пиде-меню, донор-меню. Если кому-то интересно, открывайте, смотрите. Вернее, ставьте на паузу. Особенно вот пиде-меню. Это очень-очень-очень-очень традиционное, запеченное. Я думаю, ой, здесь вообще... И хозяин этого заведения говорит всем, кто заходит сюда в ресторан, они дают бесплатно чай с чаблицом. С чаблицом. Красные и желтые. Но это, по-моему, не клен, а может и клен. Да, клен. Это клен. Вот высадили такие деревья, очень много. Но пишут, что не потратили ни копейки. Это все меценаты за счет мецената. Вот, гляньте, какое огромное дерево. А что это за дерево? Мы складывали одну сторону и подрезали, чтобы не поломать. А там, видишь, пару веточек поломали. Угу, угу. Ну, немножечко... Ну, как бы ровное, но ветки в одну сторону. Да, да. Так что... В кустом очень красивый будет ресторан. Так что у нас тут теперь будет много деревьев новых. Но это мы уже увидим весной, когда они расцветут. Вот так вот. Здесь акации выросли. Высадили с этой стороны акации, а с этой стороны желтые и красные клены. Магазинчик, одежда. А, тысяча 120? Нет, там дешевле, в другом магазине. Сейчас пойду туда. А тебе там? Тысяча девяносто. Такая одеждочка. Такая одеждочка для наших любимчиков. Моднялые такие. А вот какие тёпленькие. Красивые. Ты тысяча шестьдесят четыре года. Хорошо. 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 Тогда сейчас будем брать. Что мы плачем? Что мы плачем? А что ты боишься? Ты боишься, да? Там собачка. Ты боишься? Мой хороший. А что у тебя с глазиком? Что у тебя с глазиком? Глазик болит, да? Красивый какой. А там собачка. Да? Собачка. Ну, не бойся. Ой, какой бедненький котик. Ну, он, конечно, тут не голодный, но глазик у него, по-моему, у него нету даже. И ты красавчик. Ой, да ты вообще супер. Хе-хе-хе-хе-хе. Ой, какой ты ласковый мальчишка. Ой, е-е-е-е-е-е. Тебя пощупать надо. Я поняла. Я поняла. Тебя надо почухать. Я поняла. Да, 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 да. Ой, какой ты хороший. Ой, ой. Да, 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 да. Да, 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 да. Все. Все. Пока. Пока. Красавец. Да, красавец. Все. Ты любишь, когда тебя хвалят? Да? Любишь? вот и мой хороший но все пока иди гулять иди мы уже дома благополучно дошли но сегодня у нас такие закупочки минимальные мы купили опять такой вот огромный пучок укропчика 30 гривен ну пахнет так что мы еще купили купили вот такие вот яблочки снежный калий но мне нравится сказала что очень вкусные купили нашей кошечки форм и вот это нас угостили это мы когда смотрели вот этот вот ресторан с магазином сока фрукты которая скоро откроется хозяин говорит это я вам на подарок так что мы заработали сегодня такой вот подарок в общем собственно говоря все наши закупки как я сказала на улице пасмурное настроение такое же будем надеяться что сегодня день пойдет спокойно хотя надежды надежды никакой может быть сегодня нам хоть дадут передышечку небольшую ну на этом как говорится пока все сегодня славик для меня будет готовить праздничный ужин что будет на этот праздничный потому что выходной мы как бы в субботу и воскресенье стараемся сделать какой-то такой ужин ну для души праздничный ну вот что будет на этот ужин я еще не знаю он меня расскажет уже когда начнется ужин ну а пока вот на этом буду заканчивать это видео ну у меня еще есть одна не очень приятная новость я не хочу сегодня не говорить я скажу как-нибудь попозже когда может быть что-то разрешится ну а пока как как-то так ладно дорогие мои я как всегда желаю всем добра всем благополучия всем мирного неба всем хорошего настроения и конечно же всем крепкого крепкого здоровья